у них отделка недорогая то есть нужно вот как-то знаете вот ловить эконом плюс поставить оценку нужно о не бизнес-класс конечно сушите это сыр из друзья питер красавцы молодцы страшновато идти и тогда все будет по красоте здесь застройщик заморочился почему такое отношение вот честно говоря непонятно и здесь уже сразу становится все узенько вам кстати как друзья не мешало бы настроить вот смотрите да нормально но есть нюансы сейчас вам покажу друзья добрый день я андрей артемов сегодня мы с вами находимся в московском районе московский район санкт-петербурге это один из тех районов где хотелось бы всем жить он дорогой здесь уже все давно обустроена и сегодня в этом районе мы с вами посмотрим внимательно на жилой комплекс питер давайте немножко расскажу сам пресс про саму компанию компанию питер многие из нас знают по бизнес-центре синая которая находится у метро синая площадь часть апраксиного двора может быть уже весь принадлежит этому комплексу помещение на невском проспекте бизнес-центр на малой морской и так далее то есть они держатели большого портфеля коммерческих объектов и вот именно здесь где сейчас расположен этот комплекс у них был кусок земли а чуть дальше находится в стороне но в рядом вернее даже почти с дом находится торговый комплекс питер тоже который принадлежит этому концерну и не знали что здесь делать решили построить дом и давайте мы с вами сегодня посмотрим а получился ли у них первенец или нет комплекс далее 19 января 2021 года вторичном рынке квартиру в однокомнатную можно приобрести от 9 миллионов 200 тысяч рублей а в соседнем комплексе который называется жилой комплекс defense можно приобрести квартиру от 9 миллионов семьсот восемьдесяти тысяч рублей ну что давайте зайдем в один из подъездов и внимательно все посмотрим кстати чуть было не забыл застройщик позиционирует этот дом как бизнес-класс но у меня другие впечатления от увиденного и я сейчас с вами ими поделюсь степанова московский проспект заезд здесь так достаточно немного места от дворы без машин но как мы видим здесь есть шлагбаум то есть можно проезжать здесь соответственно уже припаркованные там три автомобиля входная группа вент-фасад вот когда я вижу вент-фасад до самого верха то я понимаю ну какой-то может бизнес-класс смотрится вент-фасад а не так-то дорого как хотелось бы вот такую же плитку примеру похожую по разу но по размерам точно мы можем видеть его солнечном городе первые два этажа это вент-фасад который застройщик позиционирует комфорт класс я считаю что это комплекс эконом входная группа вроде знаете все так сделано помпезно большая достаточно высота заходим алюминиевые рамы стеклопакеты двойные и здесь уже сразу становится все узенько ну спасибо что хотя бы почтовые ящики недорогие утопили вовнутрь для того чтобы сделать вид дешевле дороже видите как маркетинг работает сделали вот такие золотые таблички металлические смотрится совсем не так если было бы например просто по трафарету смотрелось бы просто уныло как и большинство домов эконом-класса обратите внимание что ну вроде отделка такая ничего есть профиль смотрится неплохо причем это полиуретан его особо не промять не пробить но вот видите да заходишь как он вот этот например как раз подвес он узкий рукава есть проходим сюда и здесь тоже самое но здесь может быть какое-то зеркало или картина бы хотелось но чтобы не быть голословным 1 на 4 метра ширина так как квартиры все без ремонта лифт соответственно зашит он ведь здесь хоть рекламу повесили посимпатичнее 24 этажа из монолита керамических блоков и вент-фасада обшито все usb восьмерочка и покрасили бы хотя бы в белый цвет то есть хотят узнать застройщики что делать на все экономит но вид конечно в сарай какой-то в туалет деревенский зашел там это лучше сделают люди для себя нежели чем здесь почему такое отношение вот честно говоря непонятно а лифты вот с режимом генерации электроэнергии едем на последний этаж едет его немножко штормит подпрыгивает ну лифт конечно не мешало бы настроить слышите это вам что-то в лифте подстукивает ну конечно не очень это приятно еще мало того что постукивает едет неравномерно но еще очень долго поднимается возможно его из тестового режима не перевели в нормально разговаривают выходим 24 этаж вот здесь в углу табличка если например бы он не сказал можно например и не узнать но обратите внимание друзья ну вот как-то мало места мало недорогие двери не везде сразу загорается свет как хотелось бы есть указатель сработал есть указатель указатель кстати смотрится прикольно красиво к кусочек отломался а звонки современные но на высоком уровне если у вас есть маленькие дети будут вам просто долбить в двери обратите внимание что вот это двери все от застройщика всего лишь один замок в бизнес-классе почему было два замка хотя были три не сделать я не понимаю при этом полотно двери это точно за 90 сантиметров нора больше метра может быть даже метр десять ну очень очень широкие коридор здесь метр шестьдесят чуть шире чем входная группа стенка частично я понимаю монолит частично из блока ну вот идем здесь лучше приятно из-за того что они вот так окрасили при этом обратите внимание здесь застройщик заморочился но во первых начиная с двери то есть они сделаны вот в дизайнерском стиле прикольно вот мне только не нравится что здесь всего лишь один замок я считаю что это не здорово наличник все очень красиво здесь мы эти как все четко сделали то есть не как обычно там наплывы краски все остального здесь одна штукатурка здесь видите практически прямо здесь другой цвет тут тоже то есть вот они вот это все разделили и конечно внешний вид такой очень очень приятный одно из моих любимых забрал обратите внимание вот здесь застройщик смог это сделать молодцы прошлись герметиком и вот это не бросается в глаза как это в большинстве к сожалению комплексов в сан петербурге так что тут у нас датчиком о заработал тут провода ну понятно да люди все делают ремонт и что-то где-то что-то висит ну ладно высоту потолка кстати застройщик обещает нам в 2 и 9 метра но постараемся измерить слушайте коридор сам классный плитка то есть она знаете такая и с рисунком но при этом сильно в глаза не бросать здесь у нас должны быть шкафу счетчики на тепло и обратите внимание ровно красиво обращаю обычно внимание вот на такие моменты ну вот молодцы сделано хорошо плитка нигде не видно чтобы отваливалась от застройщика и и уже есть ограничители двери это я тоже считаю большой большой плюс ну и конечно вот сама все это обрамление да вроде и как-то места не так много но при этом смотрится все очень достойно то есть многие почему-то даже вот так сделать не могут но есть конечно момент вот это просто не уже что управляющей компании отмыло и тогда все будет по красоте кстати на последнем этаже есть особенность что трубы водоснабжения поверху идут труба отопления поверху идет вот интересно внизу на нижних этажах также либо классический идет разводка вот видите здесь видно что делают ремонт видите пыль повыдувала странно что дверь даже немножко приоткрытым безопасная зона мгн кто знает что это такое лифтовой холл пульты управления двумя соответственно лифтами груза пассажирским и пассажирским здесь друзья есть указатель на каком этаже находится лифт в питер красавцы молодцы и теперь давайте смотреть сюда здесь металлический уголок практически цвета ровно все красиво везде зачекание на нормально плитка везде всего хватило здесь обрамление нормально в цвет двери этот уголок ну слушайте классно не считая того что вот это само пространство на небольшое выходим у нас здесь есть тамбур это хорошо там буре 10 также есть ограничитель радиатор отопления какой-то низкий потолок достаточно и мы выходим с вами на переходной балкон ухты слушайте здесь страшно вот видите о чем я говорю вот он обычный недорогой обычная керамическая плитка вент фасада внутри мы сразу видим базальтовый утеплитель утеплитель бывает двух видов в одном есть специальные волокна чтобы это все не выдувалось он влагостойкие относительно а второй соответственно закрывает специально ветрозащита ветропарозащита то что если влага попадает он его отводит потому что влага разрушает базальтовый утеплитель здесь друзья утеплитель открытый я не знаю как по проекту я его не видел поэтому насколько он будет долговечным мне непонятно но даже вот здесь видно что одна плита утоплена на больше чем другая на примерно 2 сантиметра поверьте моим словам потому что камера к сожалению вот как не подсовывал не видно там очень темно непонятно черный экран сегодня видите в капюшоне почему-то в питере сегодня погода не такая как хотелось бы из плюсов сами клеймеры вот эти держатели они в цвет этой плитки но есть нюансы сейчас вам покажу переходной балкон до обычный балкон то здесь в принципе ничего не нужно но если бы здесь например взяли бы просто окрасили бы в цвет ограждающих конструкции пол это смотрелось бы был бы уже другой совсем вид но и поднимаясь ли голову мы видим вот просто бетон взяли бы тоже окрасили смотрелось бы по-другому мы видим элементы крепления которые остались висел тут баннер или что тут у застройщика было его не демонтировали хотя по идее должны были бы холодное остекление видно места для забора воздуха под установку кондиционер вот кстати очень интересно если там розетка на этих лоджиях и если там система для вывода конденсата с этого с эти кондиционеров либо нужно будет при ремонте что-то просто ну что-то придумывать сверху отлично виден двор его просто здесь нет посмотрим что из другой стороны из плюсов есть окей в близости есть там еще один торговый комплекс как раз ну вот где такая питер там магазина туда все будут ходить что здесь тоже переходить дорогу светофоры есть там где хотелось их конечно как правило нет но понимаете да что вот эти электрические сооружения отсюда никогда не уйдут напротив тоже новостройка достаточно интересный проект очень было бы интересно посмотреть внутри мне как раз интересует вот эта арка как это все продумали просчитали для того чтобы все это держалось и так погнали противовандальное стекло оно здесь и ручка вроде смотрится все знаете неплохо заходим лестничный марш вот обратите внимание о чем я кстати говорил когда снимал видео про жилой комплекс континенты там просто они взяли нарисовали здесь же даже вот видите есть в на лестничных маршах то есть это цифры на обычном пластике но при этом вид у них совсем совсем другой но бизнес-класс вот такое ограждение мы с вами друзья видим во всех домах эконом-класса вот смотрите да нормально я считаю что нет из плюсов здесь плитка лестничные марш и привезенные с завода здесь просто приваренные от застройщика есть ограничитель это плюс там у нас гипса ой там у нас утеплитель и но система мокрого фасада и штукатурка с шубой так датчик на движение и поднимемся на самый верх всегда люблю проверять открыт ли доступ на чердак вот здесь видите какая-то система то есть вот они сдали и забыли упаковку снять маску кто-то потерял и здесь друзья даже плитка подходим сюда здесь конечно вид все чисто все хорошо но шуба конечно застройщику это просто потому что мне нужно ничего выравнивать они просто нанесли и забыли но здесь да не хорошо постарались не отмывали видны из-за последнего этажа есть также ограничитель двери это у нас выход на кровлю закрыта не видно потеков и дверь еще пока не заржавела здесь по периметру идет плитка это тоже плюс но здесь виду уже видите ржавеет ржавеет надо обращаться по гарантии пока на нее и пока есть гарантия 5 лет то что сами окна хорошие потом будет все за свой счет слушайте фурнитура простая но все работает тут тут уже видите бутафория внутри столб обычно металлические к нему вот эта конструкция прикреплена чтобы показать что это шире а вот когда такой звук понятно что будет идти дождь или град то слишком вас это напрягать друзья не будет но конечно высота достаточно высоко здесь и страшновато идти постарались конечно аккуратно кстати вот здесь давайте акцентируем внимание что 24 этаж ровно цифры цифры из пластика причем один прозрачный 2 видите окрашенный здесь слой сверху подсветка смотрится классно цвета все то есть вот они видите все подобрали сделано аккуратно то есть очень аккуратно лючки смотрите какие об повернул открыл и здесь есть такой кривой конечно доступ да смотрите открываешь его думаю что здесь будет большую пространство они это вот он как все но красавцы то что видите лючки такие симпатичные обычно ставят самые самые недорогие что есть из минусов конечно единственное что при входе в межквартирный коридор отсутствует указатель где какая квартира находится налево там одни номера направо другие вот этого бы хотелось бы а так принципе достаточно достойно друзья от тех бизнес-классов которые непосредственно видел я я сейчас возьму телефон что вторую чтобы подсветить потому что здесь просто нет света а света здесь нет почему потому что видите здесь нет лампочек есть провода а лампочек не туру друзья ну вот просто слов нет связь обычно недорогие двери самым недорогим звонком который можно купить 56 рублей такой стоит если я не ошибаюсь ну это бизнес-класс пассажирский лифт спускается в паркинг на минус 3 минус 2 лифт и вот сейчас это проверим как выглядит подземный паркинг потому что большинство это просто убогие катакомбы минус третий этаж вау друзья но первое да здесь какое-то оборудование скорее всего провайдера но понятно здесь не исключение видите да груза пассажирский лифт сюда не спускается здесь они вообще вот так взяли зашили да есть камера вентиляция и вид конечно у паркинга но не тот чтобы мне бы например лично хотелось все чисто спокойно вот знаете они строят торговые комплексы бизнес-центры видно из-за этого все так и происходит кладовое помещение все закрыто частично кирпичом частично сеткой у каждого тут замки видно все засад застройщика это конечно большой плюс что можно взять что-то складировать но в кошками пахнет но конечно хотелось бы чтобы одна стенка была до верха чтобы не видели соседи все мое барахло так здесь у нас уже есть парковка здесь слушайте минус третий этаж здесь сухо нигде не видно чтобы через стенку проходила влага все одноцветная красивая слушайте молодцы паркинг классный но вход спуск в паркинг с лифта конечно оставляет желать лучшего и здесь я поставлю минус застройщику пока из всех паркингов куда спускаешься понимаешь что это не паркинг к обычный этаж это магнифика в банава там они красавцы делают конечно очень очень классные проекты так давайте посмотрим куда ведут еще остальные двери так это мы туда же выходим в паркинг вот что-то здесь мне не нравится и вот это что это у нас тут такое сушить это сыр из друзья не знаю они справили эту проблему либо нет но она есть выход куда-то вот обратите внимание вот сто процентов гарантирую что если госкомиссия вот это видела то застройщик бы это снял бы потому что они это окрашивают здесь даже никто не смотрел вот эта табличка должна быть как сдавали пожарную сигнализацию как сливали дом если вот это есть в а здесь посмотрите на лестничные марши такие же да такой же как видим цвет такая же шуба как и в лестничных маршах и здесь личный маршрут выливал что застройщик обратить внимание они взяли покрасили вот так я видел например в жека ньюпитер очень красиво смотрится и отмывать ничего не нужно главное чтобы не отвалилась вот видите система пожаротушения стоит сверху все эти зонтики идем по катакомбам но тут дайте вот непонятно вообще реально куда идти обратите внимание ни одной нет таблички выход там идти надо туда хоть стрелочки бы какие-то повесенее зачем и так пойдет она это еще один выход получается в паркинг и к кладовым помещениям ну что попробуем пройти наверх у меня ключа нет поэтому я не знаю там открыто или закрыто вот они ступени достаточно высокий подниматься по ним нет никакого удовольствия но зато здесь все чисто и аккуратно но ограждающая конструкция оставляет желать лучшего не бизнес-класс конечно обычный эконом но достаточно приятно идти так куда-то у нас здесь выход и система допуска здесь понятно напомню улица типанова жилой комплекс дефанс 9738 однокомнатная квартира пошли смотреть из плюсов входные группы в уровень землей но обратите внимание что вот здесь земля конечно дорогущая и строит коммерцию пономарев центр прямо в соседстве с жилым комплексом первые этажи тоже коммерция все в аренде не знаю продавал застройщик либо сам сдает в аренду но ответе тоже тяжело разобраться золотая вывеска под разным углом ответе сейчас вообще ничего не видно здесь видно то есть вроде с одной стороны красиво а с другой стороны не очень правильное решение этажность почему-то идет сверху вниз парадная 4 вход подвал следы влаги вот сюда уходится вода молодцы плитка есть и ступеньки в одной высоты в отличие от того же паркинга так как внизу паркинг понятно земли не так много посадили вот такие пихточки в этом месяце чувствую уже кольцов будут хорошие счета за горячую воду здравствуйте а что воду горю сливаете меня андрей зовут а вас как очень приятно для чего воду горячую сливаете а понял спасибо большое я думал там потопа нет там все хорошо вот обратите внимание до высоченное здание напротив тоже большое количество коммерции в машинах вот у нас вход с другой стороны сейчас пойдем смотреть удовольствием один из въездов паркинг система допуска молодцы у дома кстати у здания достаточно интересная форма такая луч полукруг с лучами вот кстати обратите внимание это мачты оленелла электропередач и на рендерах застройщика их почему-то просто нет и здесь райские сады еще одна из входных групп еще одна входная группа из плюсов уровень все землей здесь видите как колонны сделан но смотрится слушать и красиво высота потолка здесь сразу при входе поставил управляющей компании ящик для спама аналогичные ящики что мы и видели в другом подъезде стекло сразу видно есть там кто-то нет там кого-то это конечно классно лифтовой холл здесь он по ощущениям чуть шире но конечно не хватает на на сюда какой-то картинки или зеркала видеонаблюдение высокие потолки аналогично два лифта груза пассажирский и пассажирский вызываем лифт управляющая компания питер комфорт ну как это можно в своем дома дать кому-то другому не заработать на этом денег но ответьте здесь можно посмотреть сколько стоит услуги управляющей компании по содержанию и посчитать общую сумму за квадратный метр в вашей площади вот смотрю на это и такое ощущение что они всю подземную парковку сухи в этом доме сдают в аренду пассажирский лифт обычный отис но то же самое все обшито едет прыгает скрипит лифт настроен плохо нужно нормально настроить у компании на это точно есть деньги есть гарантия на этот дом напомню пять лет соответствии с федеральным законом номер 214 24 этаж смотрите аналогичная картина вот здесь сразу большие цифры включается подсветка здесь эти чуть больше почему-то местом чуть шире но я например лично считаю что здесь застройщик что он сделал он за счет того что уменьшил площадь лифтовых холлов коридоров он значительно увеличил площадь квартир и соответственно получить коммерческих объектов последний этаж здесь вообще нормально должны быть не бумажки а здесь должны быть клапаны по сбросу воздуха и системы отопления видите здорово что здесь теплоизоляции закрыты то будут минимальные потери тепла выходим переходной балкон ох у нас снег повалил друзья ну вот отсюда как раз отличные видны линии электропередач понятно что их никуда не уберут они здесь будут но мачта не такие высокие как часто бывают сушите вот ветерок то подул то капец какой вид конечно отсюда очень красивый это тучи прямо снежная пошла красиво конечно когда снег идет знаете такой снег какой-то смотрите друзья вот он то ли знаете такую вспененный град должен был быть вот они такие хлопьями летает такой попкорн в воздухе дальше вот здесь отсюда кстати с высоты очень хорошо видно советская застройка сталинские после сталинские дома большие территории зелень есть дома все невысотные смотрятся конечно они не так привлекательно как современные как тот же жилой комплекс питер либо соседние но при этом там тоже достаточно хорошо и комфортно жить потому что они малоэтажные и большое расстояние между домами к примеру видим школу у школы и свое футбольное поле молодцы и отсюда кстати тоже видна кукурузина вот она в центре кадра лестничный марш здесь он видите здесь окрашены счет места как раз самих площадок в темный темно-коричневый цвет смотрится прикольно интересно и здесь тоже обратите внимание табличка ну вот молодцы красавцы до бизнеса не дотянули но наверное эконом плюс поставить оценку можно почему к нам плюс потому что но такие фасады для бизнес-класса я считаю что точно нет нужно было делать применять другие технологии для обустройства фасада сейчас мы с вами друзья поедем посмотрим вниз посмотрим всю эту площадку всю дворовую скудную дворовую территорию и обратите внимание вот если смотреть по ограждению территории комплекса то вышкил я прямо как раз находится на территории этого комплекса вот лично по мне пусть будут уже сделанные лифтовые холлы но будет вот так все красиво и аккуратно это пожалуй один из самых аккуратных сделанных домов другой аккуратно это порт-отель и интуит обзор есть на канале ссылку оставлю для вас что посмотрели очень все здорово очень все красиво вам кстати как друзья напишите в комментарии приехал грузопассажирский лифт стоит он вот так если вставил бы вот так как я всегда говорю то было бы комфортнее в него загружать и выгружать длинномерные предметы также отмечу что здесь в отличие от большинства есть датчики которые расположены внутри а вот они вот и вот они до самого верха то есть даже если идет маленькая собачка то двери лифта не закроются этот лифт грузопассажирский идет на минус второй этаж подземного паркинга но паркинг может друзья с вами посмотрели мусоросборочная камера номер два куда вы будете выносить мусор здорово что это за дверь еще бы закрывали бы за собой было бы классно но по газону проехались автомобили надеюсь управляющая компания питер может себе позволить восстановить ну за счет жильцов конечно но и давайте смотреть что у нас здесь на детской площадке открывается отличный вид мы видим линии электропередач этот как раз конец они туда похоже куда дальше они в землю ходят три гамака вот такие крутилочки сушите прикольно оборудование отечественного производства ну вот это классная штука да у здесь дети будут бегать прыгать на весь этот дом на эти тысячи квартир вот такой одной площадке конечно мало с одними качельками для маленьких и для детей постарше ну и вот здесь какая-то фигура тоже для чего вот это сделали может быть здесь что-то еще должно было стоять там но как-то странно сверху ничем не закрывается для красоты похоже сделали и все смотрите какой снег красивый двор без машин написано на сайте застройщика ох смотрите что они здесь делали здесь значит у нас плитка плитка это приятно бруно бруще брусчатка вернее и вот он питер жилой комплекс здесь современное у нас резиновое покрытие для детей что если ребенок падает то не так сильно расшибется как это было бы если был бы асфальт либо какое-то другое покрытие еще одна входная группа вот видите тоже вот идешь идешь вот видно парадная 6 то есть нужно вот как-то знаете вот ловить чтобы смотреть под определенным углом в разное время для того чтобы хотя бы видеть где и что находится когда ты кому-то приходишь в гости для того чтобы найти ну что вот кроме вот это одной горки вот я не знаю друзья может быть этого хватает это мне нужно что-то больше вот вы напишите на свое мнение хватит ли на весь дом вот это одной детской площадке пойдем посмотрим может быть еще не одна площадка есть это я не увидел сразу но ответь и еще одна лэп еще мусоросборочная камера и вот она система вент-фасада базальтовый утеплитель на грибках здесь сетка алюминий но что-то здесь это то ли сбила машина то ли еще что-то не тут переделки с надо выровнять и поставить нормально плитку вот эти такое ощущение что ее просто прикрепили на них и и не приклеили почему-то мне так кажется вот видите что после зимы стало с газоном трава конечно здесь наверное есть может быть она чуть позже выйдет но хотелось бы уже сейчас чтобы она зеленела но такой вид у самого двора ну блин какой бизнес-класс бизнес-классе тяжело конечно говорить когда у тебя вот это прямо перед окнами ну что на этом все похоже да заканчивается территория комплекса 20 обратите внимание друзья на фасад как вам фасад если бы он был бы не ивент фасадом смотрелось бы совсем по-другому и комплекс бы выглядел иначе но это один из недорогих способов издалека сделать красивую картинку ну и все вот у нас получается выход в детский сад детский сад если я не ошибаюсь это частный здесь детский садик детском садике есть беседки есть горки обычное набивное покрытие то есть вот видите вот такой специфический песочек песочницы который закрывается это плюс и беседки ведь и беседки они закрыты это плюс в том что если на улице как сейчас то дождик то не дождик и детки могут зайти играть там внутри но тоже впереди улица типанова из коммерции здесь только вот есть магазин джинсы о да друзья простите вот еще одна детская площадка это для малышей но ваше мнение по поводу детского площадки зеленение лично я не увидел деревьев я вижу только кустарник вот здесь хотя бы и зеленая трава в отличие от всего остального но по мне площадка то знаете это комплекс не для жителей с детьми этот комплекс для тех кто работает и не думает на данный момент о детях вот видите зато джинсовый магазин открылся вот смотрите мы с вами обошли весь комплекс то есть принципе все здесь больше уже смотреть то нечего вот он уже там впереди московский проспект одна из главных артерий санкт-петербурга и здесь конечно будет постоянно ездить машинам и постоянно вы будете слышать те кто уже приобрел либо думает о покупке в этом жилом комплексе себе квартиры сушки как низко летит здесь вертолет офигеть метров 100 эшелон наверно готовятся к параду если обратить внимание на холодное остекление то видно что его здесь начинает потихоньку люди менять вот как видите здесь высотник забрался на определенный этаж и меняет остекление а вот это друзья внутри в этом помещении находится дизель генератор если отключить электричество то ваших квартирах она будет за счет как раз него вот видите что-то там пилят по гарантии наверное устраняют недостатки для меня здесь есть плюсов в том что достаточно есть определенные общем мелочи которые важны и нужны и когда проектировали этот комплекс эти все нюансы друзья учли и сделали мне это понравилось мне не понравился двор мне не понравилось отсутствие деревьев мне не понравился вент фасад считать его бизнес-классом лично я не считаю для меня это эконом плюс комфорт класс он тоже не дотягивает потому что входные группы могли бы сделать чуть шире не обязательно делать вот именно такую была отделку хотя при этом кстати они молодцы что у них отделка недорогая но при этом смотрится она выглядит дороже нежели чем она есть нужна консультация или помощь с выбором недвижимости обращайтесь друзья радовал вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи дизлайк 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok